А существенно не важно, а существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, и существенно не важно, доктор Волощук СД, СД, СД. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии. В сегодняшнем, 16-м выпуске нашего альманаха «Рок-поэзия» я зачитаю вам всего лишь навсего одно стихотворение. Но не потому, что я исписался, надеюсь, что этого никогда не произойдет, а потому, что оно получилось слегка длинноватое. Прав был какой-то умный человек, который говорил, что до романа дорасти надо. Начинать надо с записей мыслей, затем рассказов, затем повестей, и лишь потом дозреваешь до романа. То же самое и в поэзии. Вначале придумываешь стих, одну строчку, затем четверостище, строфу, затем небольшое стихотворение, затем стихотворение побольше, и только потом ты дорастаешь до поэмы, Которая тот же роман, только в стихах. Я никогда не ставил и не ставлю перед собой задачу написания романа или поэмы. Просто я понимаю, насколько это сложная и трудозатратная работа, так как долго занимался наукой и прекрасно знаю, что такое написать серьезную книгу. Это длительный процесс. И, как сказал другой очень умный человек, написание книги – это добровольная эмиграция из жизни, причем на несколько лет. На все остальные жизненные радости времени уже не будет, если, конечно, серьезно к этому относиться. За свою жизнь я написал несколько книг и диссертаций, поэтому больше не хочу эмигрировать из жизни. И именно поэтому, занявшись рок-музыкой, я вполне осознанно поставил перед собой задачу даже не смотреть в сторону романов и поэм, а сочинять короткие стихи и рок-н-роллы. Я больше не хочу эмигрировать из жизни. Я хочу просто жить и наслаждаться жизнью во всем ее разнообразии и красе. Хотя, честно говоря, не удержался. И сейчас заканчиваю, правда, не книгу, а толстую брошюру об определении понятия рок-музыки и ее основных критериев. Но это лирическое рок-н-ролльное отступление. Вернусь к сегодняшнему стихотворению. Видимо, логика развития творчества закономерно ведет любого пишущего человека, только развивающегося, а не стоящего на месте, в сторону более крупной формы, которая позволяет глубже выразить свою мысль. Поэтому, вне зависимости от моего желания, у меня сочинилось такое, как я уже сказал, длинноватое стихотворение, которое мне пришлось даже существенно сокращать, чтобы не отходить от основной смысловой линии. Просто я замахнулся на слишком необъятную тему, над которой надо думать всю жизнь. В принципе, чем все мы с вами постоянно и занимаемся. Стихотворение называется «Размышления о нас, любимых». Хочу немного я поразмышлять о человеке. Простите, что какие-то нескромные замашки у меня, но все равно и все стихи мои, и песни о нас, о тех, что радуются жизни, или живут ее кляня. Хочу взглянуть я на людей уже с других аспектов, не с тех пригорков и бугров, что раньше я смотрел, и уточнить свое же понимание себя только в контексте и мира измененного, и измененных наших душ и наших тел. Я постоянно задаю себе вопрос «Кто же мы, сестры вы мои и братья?» Кто мы? Ответа нет, так до сих пор и не поймем. Бьются философы, тонны бумаги тратя на умные теории, но все никак мы с места не сойдем. Платон считал бескрылыми нас существами, двуногими, с ногтями плоскими, с высоким лбом, с зубами, волосами, со слезами и грехами. Считал, что мы способны обучаться и рассуждать о том, о севом. Про нашу к рассуждениям любовь он точно не ошибся. Мы любим поболтать, и не о том, о севом, а просто ни о чем. Про ногти плоские он тоже угадал, ошибся лишь с расцветкой и калибром. А вот с грехами и слезами, с локтями и зубами, тут однозначно прав Платон. А ученик его, который Аристотель, тот двинул дальше и общественным животным нас назвал. А что, он прав. Мы любим кучковаться при любой погоде. На парцобраниях, на митингах, на съездах, на ток-шоу. И обожаем всякий мы общественный скандал. Дарвин слегка нас приземлил. Сказал, мы обезьяны все, хотя и человеки. Естественный отбор сказал, прогресс у нас ведет. Борьба за выживание всегда идет на пользу человеку. Особенно зажравшемуся. Тут Чарльз был прав. За это уважение ему дай и почет. Затем в бой вступил Ницше. Немец гениальный. Не знаю, сам придумал или Заратустра подсказал это ему. Что каждый запросто из нас сверхчеловеком может стать брутальным. Если сумеет зверя, с именем ты должен разорвать назло всему. Но Ницше Фридриха, который высоко нас с вами поднял, заземлил быстро и надежно психиатр Зигмунд Фрейд. Последнюю надежду на величие злорадно у нас отнял. Сказал, что не хозяева мы, даже в голове своей. По Марксу мы с вами часть революционной массы. Безликой, недовольной массы с пролетариатом во главе. И не зависит ничего от нас. Смена экономических формаций. Есть объективный, независящий от нас процесс. Напоминающий всем нам о коммунизм о торжестве. Вернадский тоже атеист, наш академик, выдающийся ученый. Пытался к космосу наше происхождение привязать. Именно к космосу, а не к пришельцам некрещенным. Лежит на всех на нас, считал он, космоса печать. По Библии мы с вами божие творения. Хотя сугубо и земные существа. Но задавили нас попы виной грехопадения. У многих раздавили творческую волю. У многих, если не у большинства. По мнению новейших либералов, мы свободны. Ото всего чего угодно. И любому либералу не указ, ни власть людей, ни власть традиций. Он космополит безродный. Ни родины, ни бога, ни царя. Лишь магия красивых, умных фраз. Бердяев попытался еще в прошлом веке объединить в нас космос, землю, бога и земную тварь. Мне близко понимание Бердяевым земного человека. Мы микрокосм. И в макрокосме мы живем и гений, и дикарь. Мир изменяется стремительно. И развивается наука. Только вопрос, кто мы, становится все актуальней с каждым днем. Он из разряда быть или не быть. Вечная мука для думающих. Тех, кто пытается понять, куда же мы идем. Ну а для тех, кому все равно, манипуляторов хватает. Которые умеют убеждать делать именно то, что нужно им. Манипулятору усилий-то для этого и надо совсем мало. Геббельс все рассказал, как доносить идеи добрые и светлые, даже слепым или глухим. Но все равно на человека смотрим мы, как на разумного субъекта. Наполненного доброй волей и изменяющего мир. Хотя и понимаем, большинство людей становится объектом воли чужой. Всегда находится и командир, и конвоир. Понять бы, кто же мы, сестры мои и братья. Я, к сожалению, не философ. Но все равно хотел бы это я понять. Чтобы поглубже понимать причины счастья и несчастья. Чтобы затем вам рок-н-роллы со стихами поточнее сочинять. На сегодня все. Если вам интересны мои поэтические рассуждения, то подписывайтесь на наш канал. Давайте вместе рассуждать в стихах о нас и о нашей грешной жизни. Всегда жду ваши комментарии. И отвечаю нашим подписчикам, как вы все знаете, только в стихах. Ведь поэзия наша видовая цель, как считал Иосиф Бродский. До свидания, друзья. До следующего выпуска нашего альманаха. Субтитры сделал DimaTorzok